Привет, меня зовут Денис, я спикер ТТМ Академии и сегодня я проведу анализ рынка. Хочешь также проводить анализ и торговать в плюс, приходи на второй поток Академии по промокоду Вайкинг, скидка 10%. Давайте в первую очередь посмотрим, что у нас произошло с прошлой недели с нашим индексом, с нашим биткоином. Потому что мы болтались вот в этом диапазоне, после чего в рынок пришли продавцы и продавили цену в моменте аж до 42 тысяч с копейками. Собственно мы пришли в эту зону, где последовал откуп. Также провалили, как раз и протестировали ту зону, где у нас был на менее проторгованный объем. Если мы чуть-чуть открутимся на более крупный таймфрейм, то есть мы не обновили минимум нашего прошлого импульса, что уже есть хорошо. Но здесь можно еще посмотреть на все вот так. И как мы видим, что мы получили коррекцию как раз чуть ниже уровня 0.618 по Fibonacci, что тоже есть хорошо. Но сразу бежать к покупке я бы пока не рекомендовал. Нужно понаблюдать за рынком, что будет происходить далее. Сейчас в голове я держу как минимум три варианта развития событий. Нас могут поболтать вот в этой зоне, какой-то может быть флэт и плавное спускание вниз, чтобы обновить прошлый ой, навести еще больше страха на людей. Даже в идеале можно тенью задеть вот этот лой на 39,5 тысячах, где тоже будет еще большее количество ликвидаций. Это первый вариант. Второй вариант. Мы можем протестировать нашу пробитую трендовую. После чего будет еще какое-то, возможно, боковое движение, либо все-таки спуск вниз. И нет, я не кричу о том, что сейчас все уже медвежий рынок, но надо держать в голове разные варианты развития ситуации. Либо же для бычьего полноценного сценария нам нужно выйти вверх, снова пробить нашу трендовую и закрепиться над ней для продолжения роста. Какой из этих вариантов отработает, нужно пока наблюдать. Также, если мы сейчас посмотрим весь наш импульс вниз, то, как мы видим, мы сейчас получили коррекцию снижения на 0.382 по Fibonacci. И вот следующий у нас уровень это 54.200, 0.5 и 0.618 это 57 тысяч, собственно, где будет возможный ретест нашей трендовой. Пробьем мы ее или нет, тут нужно опять же смотреть. По-хорошему, да, для полноты бычьего сценария нам нужно ее пробивать, закрепляться над ней и тогда уже ожидать дальнейший рост. Будем смотреть, какой из вариантов отработает. Давайте еще посмотрим на эфир. Как мы видим, эфир выглядит намного интереснее. Его очень хорошо откупили от минимума в 3.500. Прошел очень хороший откуп на 16% обратно. Если мы смотрим по нашей Fibonacci, которую я рисовал ранее, то мы как раз получили коррекцию в зону 0.618, что уже есть хорошо и после чего у нас последовал откуп. Обычно вот здесь я рисовал как возможную точку входа в районе 0.5, но продавили до 0.618, что тоже хорошо и, собственно, здесь у нас видно дырку в объемах. На сегодняшний момент можно сказать, что эфир выглядит сильнее, чем биткоин. Плюс эфир вот сейчас закрепляется над всеми имашками на дневном таймфрейме, в том числе на 12 часах. Поэтому это довольно бычий вариант. Покупать с текущих нет, но если кто-то ловил его по данной Fibonacci на уровне 0.618, то здесь, конечно, логично переставить себе стоп без убыток и попробовать ехать дальше. Если же цена начнет сползать вниз, нужно уже будет искать возможные новые точки входа. И давайте пройдемся по монетам, которые мы рассматривали ранее и что у нас здесь произошло. Это монета Cake, всеми любимые блинчики. Как видите, мы, собственно, так и находились в этой зоне. Пока еще не пошли к пробитию нашей даунтрендовой. Мы обновили вот этот лой, но лой от 22 июня мы не обновили, то есть здесь цену остановили покупатели. По большому счету здесь даже Cake довольно хорошо держится на этом уровне. От 10 до 12 долларов. Ниже его не пускают. Что здесь можно сказать, пока все еще хорошо. Следующая это альпака. Давайте смотреть. Посмотрим на 4 часа. Мы получили очередной ложный пробой нашей даунтрендовой. Четко сходили к уровню сопротивления, где встретили продавца. После этого мы спустились еще ниже. Продавили поддержку на падении биткоина. Но после чего последовал, опять же, мощный откуп. И мы снова протестили в роли на нашу даунтрендовую. Здесь пока тоже все выглядит хорошо. Присутствуют на рынке покупатели. Наблюдаем. Все так же наблюдаем и ждем пробоя и закрепа нашей даунтрендовой. Монета полз. В принципе, чувствует себя вообще отлично. Снижение особо она не почувствовала. Уже откупили и уже продолжает свой дальнейший рост. Сейчас, как вариант, формируется закрепление над уровнем сопротивления. Что, в принципе, можно ожидать дальнейший рост. Полкодот. Мы шли отлично по анализу до того, как последовало распродажа на рынке. Соответственно, мы спустились в зону ниже. Минимум у нас составил 24.41. Где остановили у нас продажи. Но здесь эта FIBA уже не актуальна, потому что мы обновили Loi. Как минимум, в идеале ее перетянуть на самый низ и посмотреть, что у нас по итогу здесь. А здесь, как мы видим, у нас как раз уровень 0.618. Где и проходит у нас тоже зона поддержки. От которую монету откупают. Что, как говорится, кто ждет, тот всегда дождется той точки входа, которая была бы хорошая. Следующая монета RIF. Давайте смотреть, что здесь. Мы отключим логарифмический график. В связи с распродажами на биткоине трендовая наша не устояла. Ее тоже пробили вниз. В зависимости от ситуации на рынке, можно наблюдать за монетой. Как минимум, можно ожидать ретеста нашей трендовой. Дальше смотреть, сможем ли мы здесь ее снова пробить, закрепиться и продолжить свой рост. У нас как раз уровни сопротивления примерно совпадают с уровнями коррекционного движения Fibonacci. Так, и у нас под нашим прошлым видео просили посмотреть Minu и Zek. Давайте посмотрим их. И, пожалуйста, пишите в комментарии к этому видео на YouTube, какие бы монеты вы хотели бы рассмотреть в следующий раз. Давайте смотреть Minu. Дневной таймфрейм для начала. Что у нас здесь происходит? Здесь мы видим, что монета консолидировалась в этой зоне. После чего последовал Pump, дальше коррекция. И так как весь раз корректировался, последовала дальнейшая коррекция. То есть вот здесь давайте спустимся немножко ниже, так как истории у монеты мало. То есть вот эта зона у нас выступает хорошей поддержкой, собственно, где и откупают. Вот тут, собственно, ее здесь и остановили от этого уровня поддержки падения. Что сейчас нам нужно возвращаться в прошлую зону накопления, после чего можно ожидать какой-то рост. Но тут нужно наблюдать, потому что можно увидеть дальнейший боковик. То есть если взять все движение вниз, то как раз у нас здесь уровень 0.382, 0.5, 0.618. Да, возможно, ожидание. Но здесь, конечно, на мини не хотелось бы уходить ниже. Иначе тогда уже может пойти конкретная медвежка. И еще одна монета это ZEC. Давайте посмотрим здесь. Что у нас получилось после роста? Что у нас получилось? Коррекция на 53%. Сейчас цена находится над MA200 и над MA100 на дневном таймфрейме. По-хорошему здесь нужно снова пробивать и закрепляться над MA50 для возобновления бычьего сценария. Здесь мы можем видеть, что у нас сохраняется длинный аптренд. Монету ниже не пускает. Опять же, здесь вот у нас было накопление. Даже тоже можно рассмотреть... Здесь рисовался паттерн... Похожий паттерн на Адама и Еву, после чего последовал импульс вверх. Так что на ZEC в принципе в ВК все выглядит довольно симпатично. Потому что у нас здесь видно формировалась такая хорошая зона поддержки, где монету хорошо и откупают. Какие-то ближайшие движения. В первую очередь, конечно, хотелось бы видеть коррекция падения 0.382, 0.5, 0.618. Дальше нужно будет, конечно, наблюдать, что будет происходить с рынком. Это был краткий анализ рынка. Если вы хотите научиться так же, приходите к нам в TTM Академию. И мы научим вас делать еще более глубокий анализ. Напомню, по моему промокоду ВАЙКИНГ можно получить скидку в размере 10% при покупке тренинга за рубли. И не забывайте, пожалуйста, писать в комментарии к этому видео, какие монеты вы бы хотели увидеть в следующем разборе. Всем хорошей торговой недели!